Здравствуйте! Мы начинаем наш курс по истории русского театра. Мне кажется, что мы сможем с вами в этом курсе убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, сама история театра – это очень интересный сюжет, здесь много всего увлекательного. Сюжет, захватывающий даже в каком-то смысле, может быть, в духе «Игры престолов». Например, мы будем с вами говорить о том, любил ли театр Петр Великий, или, например, как относилась к театру Екатерина II. Это все ужасно интересно. И сама по себе история театра – очень интересный сюжет. С другой стороны, второй заяц, которого мы попытаемся убить, через фокус «История театра» мы можем увидеть, собственно, саму историю государства, историю России, сфокусироваться на ней по-новому. И увидеть, как жили люди, о чем они думали, к чему они стремились, что им было интересно. Поэтому мы говорим и о театре, и о истории России сразу. Убиваем сразу нескольких зайцев. На следующем слайде вы сразу же можете увидеть некоторые книги по истории русского театра для самых любознательных, для тех, кто хочет больше узнать. Может быть, вам известно такое выражение, популярное у нас в академических кругах. Мы – карлики, стоящие на плечах гигантов. Что это значит? Мы можем увидеть чуть больше, потому что у нас есть замечательные предшественники, которые многое уже описали, концептуализировали, рассказали нам. Поэтому, конечно же, всегда важно знать о том, что мы начинаем не с нуля. Есть интересная исследовательская традиция, есть очень интересные авторы, которые в разное время – и до революции, и во время советской историографии истории русского театра и сегодня продолжают заниматься этими крайне увлекательными сюжетами. Вы всегда сами можете узнать больше. Вопрос нашей первой лекции связан с тем, собственно говоря, с чего же начинается история театра. Всегда, когда мы начинаем какой-то сюжет, вот с чего начинается? Да, это такой важный, интересный вопрос. И мы обязательно к нему подойдем, если сначала сделаем несколько таких предварительных шагов и в конце придем до ответа на вопрос, который нас так интересует – с чего же вообще начинается история русского театра? Первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание – что же такое вообще театр? То есть мы собираемся с вами говорить об истории театра. О чем же? Казалось бы, с одной стороны, слово «театр» всем ясно, всем совершенно понятно. Думаю, ни у кого оно не вызывает вопросов, я же не говорю дивергенции отклоняющихся средних. Театр – все ясно. Однако, прежде всего, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что представление о том, что такое театр, как он выглядит, для чего он существует, кто в него приходит, какие задачи – социальные, культурные, даже политические – решает театр. Все это меняется в истории культуры. И вот на слайде, сейчас на картинке, вы можете видеть разные типы театральных пространств. Некоторые из них могут показаться вам очень странными. Античный амфитеатр – да, наверное, вы признаете о том, что такой тип театра существует. Такая так называемая итальянская сцена-коробка посередине, в верхнем ряду – тоже очень привычный для нас тип театрального пространства. Мы легко опознаем, что это именно театр. Но представляете, собственно, и картинка, где люди сидят за экранами телевизоров, за мониторами компьютеров, и картинка, которая представляет собой такую городскую сцену – это, на самом деле, тоже современные театральные спектакли. «Люди перед мониторами» – это театральный проект «Театр на длинной дистанции», «Роман на длинной дистанции». Здесь люди смотрят спектакль по скайпу. А вот эти замечательные жизнерадостные люди на улицах, которых вы видите внизу – это спектакль «Remote Moscow», который происходит прямо на улицах города. Сценой становится сам современный город, в данном случае Москва. Поэтому ответ на вопрос «Что такое театр?» не так прост. И говоря про историю русского театра, мы все время будем уточнять, а что же мы имеем в виду под словом «театр»? Оказывается, что все не так просто. Мы будем смотреть на театр как на искусство. Конечно же, это первый ответ, который приходит всем нам в голову, когда мы задаем этот вопрос, что такое театр. Конечно же, это искусство, к нему применимы эстетические категории, красота, выразительность формы. С другой стороны, театр, и для меня, как для культуролога, это очень важно, и мы будем это в курсе затрагивать, очень важно, что театр является частью культуры. Что я имею в виду? Если мы рассмотрим культуру как такой сложный пазл, состоящий из множества частей, которые связаны между собой, театр окажется кусочком вот этого сложного пазла. С одной стороны, театр будет связан для нас уже в наших первых сюжетах сегодня и в следующей лекции. Театр будет связан с темой государства, государственной политики, например, как части культуры. Театр будет связан с религией, театр будет связан с придворной жизнью, в общем, с очень разными сюжетами. Это не только искусство, это гораздо шире и больше. И вот это такая интрига, театральная интрига нашего курса. Театр как часть культуры, театр в его взаимосвязи с другими культурными сферами. И еще одно, да, такое важное для меня замечание, которое будет для всего курса таким сквозным, да, такой сквозной нитью. Мы говорим о том, что театр — это не только то, что мы будем с вами говорить о том, что театр — это не только то, что мы можем увидеть на сцене, на театральных подмостках. Непосредственно спектакль, который начинается после третьего звонка и заканчивается бурными финальными аплодисментами. Наверное, вы тоже обращали внимание, и вот может быть, даже можете сейчас проделать такой интерактивный момент — поставить лекцию на паузу, попытаться дать самостоятельно ответ, а потом мы сверим наши ответы друг с другом. В нашей жизни повседневной, медийной, социальной есть довольно много явлений, которые мы считываем как похожие на театр. Да, это не театр в чистом виде, это не театр на сцене, это не игра актеров, но элементы театрализации, связанные с ролью, да, с игрой, с сценой, с драмой, да, вот с такими словами, с такими понятиями, эти элементы мы можем встретить и в нашей повседневной жизни. Да, например, социологи говорят про то, что социальная жизнь устроена через социальные роли. Да, вот сейчас, например, я в роли лектора, да, и тут тоже есть некоторый элемент театрализации, да, например, кроме того, у меня есть гендерная роль, да, то есть я представляю какой-то определенный тип женственного поведения, то есть вся социальная жизнь, например, это театр с ролями, да, существует выражение театра военных действий, да, и тоже почему-то это называется театром. Очень театрализован, например, суд, да, где есть адвокат, прокурор, как антагонист и протагонист, есть какая-то прям сцена, выделенное пространство, то есть театрализован спорт, например, да, подумайте, что общего между футболом и спортом, господи, футболом и театром, простите. Да, значит, довольно много всего, там даже игроки в футболе выступают в определенных амплуа, амплуа, театральное слово, поэтому мы можем видеть довольно много элементов в нашей жизни, повседневные, да, не связанные с театром как искусством, похожих на театр, мы тоже будем говорить об этом, говоря об истории русского театра, об элементах театрализации, о театре вне театра, о театре в повседневной жизни. Конечно же, также нам необходимо, это мы сейчас очень коротко сделаем обзорно, задаться вопросом, что такое история, и всегда помнить о том, что любая история, в том числе та история, которую буду рассказывать вам я, это лишь рассказ, есть еще такой термин, да, в социогуманитарных науках, нарратив. Это рассказ, а значит, будь то учебник истории, моя лекция или какая-то профессиональная монография, посвященная истории театра, всегда, значит, да, у нас будет этот момент, это конкурирующие рассказы, мы не занимаемся абсолютно истиной, да, мы всегда находимся в пространстве конкурирующих рассказов. Итак, имея все это в виду, зададимся вопросом о том, когда же в России появился театр. И тут, возможно, я вас разочарую, однозначного и правильного ответа на этот вопрос нет, и вот почему. Я предлагаю придерживаться в этом вопросе теории такого замечательного исследователя культуры, исследователя фольклора, исследователя народной культуры, Александра Николаевича Веселовского, который предложил очень любопытный термин. Мне кажется, он нам поможет очень быстро ответить на вопрос, когда появился театр, или отказаться от этого вопроса и ответа. Понятие, которое предложил Веселовский, это понятие синкретизм. Веселовский, изучая фольклор, изучая песни народные, да, в первую очередь материал, с которым он работал, обратил внимание и убедительно доказал до сих пор, хотя, да, это исследователь, который жил еще в 19 веке и потом, да, на рубеже 19-20, очень убедительно он показал, что, вероятно, в народной культуре разные виды искусства, то, что сегодня мы легко различаем, да, это литература, это театр, это танец, да, значит, находились в некотором нерасчлененном изначальном единстве. Поэтому я выбрала такую метафору клубка, да, в которой все переплетено. То есть долгие-долгие тысячи-тысячи-тысячи лет назад все искусства, в том числе и театр, пребывали в некотором таком нерасчлененном единстве, пока, да, значит, сознание людей не научилось разделять, категоризировать, и, да, не стали появляться отдельные виды искусства и жанры. В данном случае такой формой синкретической, из которой вырастает театр, но, конечно, это произошло так давно, что мы не сможем ответить на вопрос, когда именно это произошло, да, вот такой формой, например, можно считать хоровод, да, вот все мы, наверное, там, да, как-то с детства и детских игр каких-то примерно с этой формой знакомы. Вот фольклористы, да, говорят о том, что если мы посмотрим на такую форму, да, получается, что в хороводе есть пение, есть текст, да, который, из которого потом вырастет, собственно, литература, есть элементы движения, да, из которых потом, например, вырастет хореография и танец, и есть в этих вот таких жанрах некоторый элемент игры, да, там кто-то кому-то обращается, какие-то персонажи, да, даже вот этот вот самый известный, самый простой пример, каравай, каравай, кого хочешь выбирай, тут уже какие-то роли, да, значит, у нас там есть кто-то, кто водит, кто-то, кто ходит вокруг, вот из таких синкретических форм, да, я предлагаю обогатить свой словарь этим словом синкретический, когда-то, да, значит, мы, конечно, не можем знать, когда появляются, появляются какие-то театральные формы, которые связаны, в первую очередь, изначально, самые древние с народной культурой. Сейчас мы еще с одной формой вот такого самого древнего театра немножко познакомимся, и, да, значит, потом вы услышите некоторые вопросы, да, которые уже я вам хочу задать по тем темам, которые мы сейчас с вами рассмотрели. Собственно, и так, театр своими корнями уходит в народную культуру в глубину веков, вопрос, когда он появился, да, в данном случае, в случае с контекстом истории русского театра, интересный, потому что, когда появились народные формы театра, например, скоморохи, о которых я сейчас два слова скажу, конечно, мы точно сказать не можем. Когда появились первые профессиональные представления, об этом обязательно речь пойдет далее. Итак, мы говорим о связи театра с народной культурой и с таким явлением, которое, наверное, вам знакомо, может быть, не на профессиональном пока уровне, но на таком бытовом, да, в массовой культуре этот образ довольно часто представлен, не только в массовой, но и в достаточно высокой, может быть, вы смотрели фильм Андрея Рублев Тарковского, в котором вот одна из частей посвящена образу скоморохов. Все мы о скоморохах что-то слышали, так или иначе. Посмотрим на них немножечко, да, вот как на такую первую форму театра в русской культуре, с которой мы имеем дело, когда же, собственно, они появились. Первое изображение скоморохов, да, опять же, когда они появились, это уходит все в глубину веков, разумеется. Первое изображение скоморохов, по которому мы можем судить, то есть первый исторический источник, да, с которым мы можем работать, изучать его, задавать ему вопросы, это фреска Софии Киевской, да, вот вы их, собственно, видите, где, значит, вот на лестнице, значит, изображены были сцены, когда по этой лестнице, значит, да, поднимался князь, он наблюдал сцены придворной жизни и разных придворных развлечений. В частности, там были такие сюжеты, как охота или вот скоморохи. Вы спросите, почему же скоморохи в церкви? Как же странно, да, почему же в Софии Киевской вдруг мы видим изображение скоморохов? В данном случае ответ такой. Дело в том, что там были изображены сюжеты придворной жизни, скоморохи были тоже приглашены развлекать, да, значит, князя ко двору, и поэтому в череде других придворных развлечений мы видим, собственно, и скоморохов. Скоморохи это не актеры в нашем современном понимании, конечно, потому что они тоже синкретично, значит, как-то выступают. Они одновременно и актеры, и акробаты, и музыканты, да, посмотрите на изображение, вы видите у них музыкальные инструменты, вот, то есть в чистом виде, конечно, это не профессиональные актеры, это такая синкретическая форма, вот, они жили и выступали, перемещаясь, путешествуя, кто-то, кого-то оставляли при дворе аристократы, и они, да, там оставались на какое-то время при князе или боярине, значит, скоморохи объединялись, да, значит, в такие корпорации, которые назывались ватаги, может быть, вы слово ватага слышали, вот, изначально значение слова ватага, это, да, труппа скоморохов, скажем, да, на, если переводить это на современный язык, конечно, отношение к скоморохам, и это последний, да, вопрос, который мы сейчас затронем с вами в этой лекции, отношение к скоморохам, скоморошеству и вообще к театру в допетровской Руси и до конца царствования царя Алексея Михайловича было очень неоднозначным. Очень важен документ для истории театра 1648 года, в котором, он до нас дошел, да, в котором царь Алексей Михайлович, вероятно, под большим влиянием патриарха, строжайше запретил скоморошество, да, и все скоморохи, которые попали под этот указ, были высланы, да, сосланы на север, на Соловки, значит, да, указ Алексея Михайловича, как вы видите, да, звучал так, личинно себя никаких не накладывали, и кобылок бесовских не наряжали, а где объявятся домбры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, хари это маски, да, значит, и всякие гудебные бесовские сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать, и изломав те бесовские игры, велел жечь. Конечно, скоморошество с его такой жизнерадостностью, жаждой жизни и веселья, веселья такого вот человеческого и земного, могли отвлекать христиан от настоящей духовной жизни, и поэтому скоморохи постоянно подвергались критике со стороны церкви, да, и там, кроме этого, указано, у нас есть и другие документы, в которых, например, говорится, что если какой-то боярин к себе скоморохов призывает выступать за ужином, то можно сказать, что у него за его, да, значит, вот за его плечами прямо вот бес стоит, если он, когда он смотрит скоморохов, конечно же, есть некоторое напряжение, да, между вот религиозной культурой, между церковью, между теми ценностями, которые заложены в религиозной культуре, и между народной культурой, частью которого является скоморошество, между этой жаждой жизни, да, значит, вниманием к телесным аспектам, скоморохи еще и танцоры, да, и вообще смехом, потому что смех, конечно, важнейшая часть народной культуры и скоморошества, вот, а церковь к смеху относится достаточно настороженно, поэтому здесь возникает такой довольно существенный, серьезный конфликт. Я предлагаю вам несколько вопросов, над которыми вы можете поразмышлять, для того, чтобы проверить себя, насколько, да, получилось освоить материал, о котором я говорила, и, может быть, как-то самому глубже погрузиться, да, сформировать какое-то свое мнение. Первый вопрос, какими областями культуры соседствуют, пересекается театральное искусство, какие-то из них я называла, может быть, вы придумаете еще, да, какие-то сферы культуры, которые с театром как-то соприкасаются. Вот мы уже затронули тему театр и церковь, например, да, через скоморохов, поговорим в следующей лекции буквально о театре государстве. Вот, предлагаю об этом поразмышлять. Второй вопрос с подвохом. Что появилось раньше, театр или литература? Здесь тоже есть пространство для ваших размышлений. Есть подсказка в одном, да, термине, который я упоминала в начале лекции. И интересно было бы, как мне кажется, подумать над тем, что отличается коморохов, о которых мы говорили в последней части лекции, от современных профессиональных актеров. Я буду рада, если вы попробуете ответить на эти вопросы. И информация, которая с вами поделилась, покажется вам полезной и интересной. Спасибо за внимание.